Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Апрель это тот месяц, когда мы начинаем подбирать сорта и вообще строить планы, планировать, когда мы будем сеять, какие огурцы для получения раннего урожая. Вот я тоже сегодня вышла в теплицу, вынесла немного сюда свои посевы, чтобы они чуть-чуть на солнце постояли, и села перебирать огурцы, выбирать сорта, какие буду сеять раньше, какие позже. И хочу поговорить с вами на эту тему, именно получение раннего урожая огурцов. Что нужно знать, какие нюансы, какие подробности, чтобы вырастить ранний урожай огурцов. Я разделила всю эту большую тему на несколько частей, потому что это немного разные, с разных сторон нужно осветить. Вот сегодня я расскажу, как ускорить получение раннего урожая огурцов, потому что способов очень много. Потом будет еще одна тема, как подобрать сорта для получения раннего урожая, потому что сортов очень много, и какие нужно выбирать, какие, как я выбираю, я это расскажу. Потом, как высчитать, еще одна очень важная тема, как высчитать точную дату начала посева на рассаду огурцов для получения раннего урожая. И в конце будет еще один видеоролик, я сниму, как я замачиваю, как я сею сама огурцы, куда, в какие стаканчики, как потом пересаживаю, потому что для получения раннего урожая обычно мы сеем раньше, и за ними требуется тоже уход, ну почти так же, как за томатами. Но сегодня я все в кучу сваливать не буду, и сегодня буду говорить только о том, какими способами можно ускорить получение раннего урожая огурцов. Огурцы у нас любят почти все, на каждом огороде, в каждом участке они у нас есть. И новичков выращивание огурцов привлекает именно то, что с ними не нужно столько возиться, как, например, с перцами, баклажанами, томатами. Вот видите, перцы у меня уже вот такие, они посеяны давно, но вот это самые последние, это вот массовые посевы, которые загущенные, а которые для себя, для теплицы я сеяла еще раньше, это зимой, в январе, в феврале, и мы потом со всей этой рассадой ходим, ухаживаем за ней, они часто болеют, погибают, черная ножка. С огурцами все проще. Если кому-то вообще неохота возиться, можно просто посеять в открытый грунт семена, и они также вырастут, но чуть позже. Если кому-то, ой, это у нас снег так обрушается с крыши. Если кому-то охота получить чуть раньше урожай, то различные способы мы придумываем, чтобы все-таки ускорить получение первых плодов. Так как мы живем в разных регионах, то и у всех сроки вот этого получения раннего урожая разного, разные. Вот я проживаю в сибирском регионе, и все приравненные к нашему региону с холодным климатом, конечно, они с огурцами, можно сказать, ну не мучаются, а просто из-за того, что огурец очень нежный, он не может выносить пониженных температур, если ничего не предпринимать, ну вот просто посеять в грунт, то мы можем высевать в грунт огурец только после 5 июня. После этой даты у нас минует угроза возвратных заморозков, и вот только после 5 июня мы можем посеять. Если мы посмотрим срок ожидания, примерно 2 месяца 60 дней, ну и тут нетрудно посчитать, если я 5 июня сею, июль, август, получается у нас урожай только после 10 августа. поэтому сибиряки и все остальные жители холодных регионов, как никто, стараются придумать всякие способы, приспособления, ну как ускорить получение урожая огурцов, потому что это же невозможно ждать до августа, когда у нас появятся огурцы. И если в старые, ну даже лет 20 назад, 30, пользовались собственноручными всякими приспособлениями, о них я сейчас тоже буду говорить, то сейчас, конечно, самый лучший, самый верный способ получить ранний урожай огурцов, это установить поликарбонатовую теплицу. Если я, например, проживаю в сибирском регионе, без теплицы я высаживаю 5 июня, получаю 10 августа огурцы, то в поликарбонатовую теплицу мы на 2-3 недели раньше можем посеять, можем посеять 20 мая, значит получим уже 20 июня. Это мы хорошо продвинулись в май, июнь, 20 июля. Теплица помогает на 2-3 недели раньше получить урожай, но теплица бывает не у всех. Есть такие отдаленные маленькие деревни, где не только садовых магазинов нет, но и просто у пожилых людей нет возможности устанавливать теплицу. Тогда второй способ, наиболее распространенный для получения раннего урожая огурцов, это огурцы мы сеем под дуги и под временные укрытия. Это тоже получается как маленькие мини-теплички, можно сеять туда от своей традиционной даты на 2 недели раньше. Все зависит от укрытия. Если вы сделаете 2 укрытия, например, укрывной материал и полиэтиленовую пленку, можно посеять пораньше. Если, например, только не тканку, вот эту укрывную, то можно сеять чуть попозже, потому что все-таки она больших морозов, большие морозы не хранит она так тепло. Но тут вот с этими укрытиями есть еще один нюанс, опасность того, что они сгорят. Если вы полиэтилендуги прикроете огурцы, нужно утром и вечером с торцов открывать и проветривать, потому что наши огурцы, они не только боятся холода, они сильно восприимчивы и к высоким температурам. Они просто-напросто могут там сгореть. Так, еще один третий способ, которым пользуются люди уже очень-очень давно, и он верный, хороший, опробованный, проверенный годами. Если дуги с пленками, это у нас надземное, такое надземное сооружение, и там все-таки мороз иногда может повредить, то подземный способ, когда наоборот углубление делают, он сохраняет огурцы еще лучше. Это вот деревенский способ, когда еще не было теплиц, я помню и наши родители, и их родители так делали, по типу парника для помидор. Делают углубление четырехугольное в земле, установят, там, ну удобряют все это, сеют туда огурцы и закрывают потом старыми, такими застекленными рамами, или чем-то еще каким-то прозрачным материалом. В этом случае они, там хорошо прогревается земля, во-первых, и во-вторых, во время заморозков всегда можно накинуть дополнительно какими-то старыми одеялами, покрывалами. В деревнях часто еще в этом сооружении делают теплую грядку, то есть вниз туда под землю добавляют навоз, перегной, и вот она начинает там все согреваться, гореть, и очень хорошо, хороший результат, такой же, как у поликарбонатовых теплиц, можно сеять рано. Но все эти способы, что теплица, посев в теплицу, что посев под дуги, что посев вот в такие, в подземные такие парнички, они ненамного, ну там на две недели самое большое, ускорят получение раннего урожая. И, конечно, если к этому добавить выращивание рассады огуречной, тогда вы можете ускорить получение от первых огурчиков на полтора месяца, потому что выращивание огуречной рассады это самый быстрый, самый эффективный способ получить ранний урожай. Выращивание рассады ускоряет получение урожая ровно на 25-30 дней. Вот эти способы, все, которые я называла там под пленочку, под теплицу, они все хороши, и если вы туда вместо семян будете высаживать рассаду, то получите эффект самый-самый хороший. То есть, вот, например, я в сибирском регионе, я по примеру своему сейчас, если 5 июня я могла посеять просто семена в открытый грунт, раньше нам погода не позволяет, возможно, заморозки, и получила бы 10 августа, то если я выращу рассаду, которая на 30 дней ускорит получение урожая, и еще посажу эту рассаду, высажу в теплицу, то можно получить огурцы уже в мае и в июне. Ну, в мае, в начале июня. Это зависит от того, как утеплена теплица, и как вы сможете, или там еще какие-то дополнительные укрытия. Вот я немного рассказала, поделилась как-то своими соображениями, что мы делаем, чтобы ускорить получение раннего урожая огурцов, потому что, еще раз повторю, живем все в разных регионах, если для жителей теплых регионов, и может быть, да, смешно, вот что мы там с какими-то с этими с одеялами, с рамами нам приходится ходить, все это утеплять, то нам, если мы ничего не будем предпринимать, вот для жителей прохладных регионов, мы огурцы вырастим не скоро, огурец не выносит перепада температур, понижение температур меньше 15 градусов, поэтому, если нет никакого укрытия, если нет никаких приспособлений, пока земля не прогреется до 15 градусов, пока температура воздуха не поднимется до 15 градусов, тепла не сеять, не высаживать огурцы без укрытий нельзя, они все погибнут, они замерзнут при малейшем понижении температуры, если томаты, например, могут минус, ой, не минус, а просто 10 градусов, 5 градусов, или даже близкую к нулю, 1-2 градуса, они могут как-то пережить, у них, возможно, только листики, как ошпарит мороза, потом они обрастут, то в этой же ситуации огурцы погибнут сразу, в первую, в эту же ночь или в этот же день, не дай бог там какой-то выпадет снег или заморозок, поэтому вот эти все способы, которые ускоряют получение урожая огурцов, огурцов раннего, нужно применять, если вы хотите пораньше, ведь это самая первая наша витаминная продукция, будут помидоры еще зеленые висеть, никаких перцев, ни баклажан еще не будет, а огурцы уже можно будет рвать, если мы, например, высадим рассаду, и какие-то потом укрытия, дуги, парнички, или в теплицу высадим, можно получить огурцы очень рано, даже в сибирском регионе, но самое важное, уметь высчитать дату посева точную, потому что опоздать, если вы немножко пропустите эту дату, то ничего страшного, а если посеете рано, огуречная рассада, она тоже очень требовательна, она может перерасти, ослабнуть, вытянуться, и тогда ранний урожай так быстро вы не получите, она будет хилая, слабая, но как высчитывать дату посева, я расскажу отдельно, сегодняшняя вот эта небольшая, маленькая тема была, какими способами можно ускорить получение раннего урожая, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Субтитры создавал DimaTorzok